И сегодня же Владимир Путин принял участие в итоговом заседании правительства. Говоря о результатах 2015 и планах на будущее, президент поблагодарил кабинет министров за работу. Глава государства отметил, что в целом с поставленными задачами правительство справилось. При этом призвал использовать нынешние сложности как дополнительный стимул для развития экономики. Репортаж Олега Шишкина. Этот год стал настоящим экзаменом для кабинета министров. Санкции, падение цен на нефть, нестабильность на валютном рынке – все это требует от правительства быстрой реакции. Подходы к решению проблем Владимир Путин считает в целом правильными. Президент поблагодарил министра за работу и определил ключевую задачу – вернуть экономике устойчивый рост. При этом рассчитывать на благоприятную внешнюю конъюнктуру не приходится. Надо искать резервы внутри страны. Нужно быть готовыми к тому, что и период низких цен на сырье и на наши основные экспортные товары, да и, возможно, внешние ограничения могут затянуться. Необходимо самим добиваться результатов на имеющейся базе. Текущие сложности должны послужить стимулом для повышения эффективности экономики и социальной сферы. Следует обеспечить чёткое, беспребойное исполнение планов поддержки отраслей, которые оказались в зоне риска. Мы с вами об этом тоже неоднократно говорили. Это автобром, железнодорожное машиностроение, лёгкая промышленность, строительная индустрия. Особое внимание необходимо уделить модернизации жилищно-коммунального хозяйства, обеспечить чёткое исполнение принятых ранее решений. Что касается социальной сферы, то основным приоритетом является переход на более справедливую систему, когда помощь прежде всего получают те люди, которые в ней действительно нуждаются. Сегодня необоснованное, прямо скажем, спекулятивное повышение стоимости продуктов, товаров, услуг приводит к снижению жизненного уровня людей. Нужно использовать все имеющиеся рыночные инструменты для сдерживания роста цен. Президент говорил и о недостатках. По итогам этого года объём неэффективных расходов бюджетных средств составил 220 миллиардов рублей. Не всегда правительство действовало на опережение, упуская из виду те или иные проблемы. Владимир Путин особо обратил внимание на ситуацию с новой системой взимания платы. За пользование федеральными дорогами с дальнобойщиков. По многим вопросам нужно быть просто, прямо скажем, порасторопнее. Вот известная ситуация с этими большегрузными машинами. Говорили же мы с вами о том, что своевременно нужно отменить транспортный налог. Можно было бы помочь людям выйти из тени и в то же время сохранить доходы, чтобы семьи свои содержать. Я имею в виду возможность перехода, скажем, на патентную систему, о чём я уже говорил. Но есть и другие ситуации, в которых нужно действовать более оперативно. Президент потребовал проанализировать все проблемы, о которых шла речь, навстречу доложить о принимаемых мерах на одном из ближайших совещаний. Нынешняя ситуация, она требует более высокой степени мобилизации каждого члена правительства на своём месте. Вот мы очень часто эти слова произносим, но на самом деле это действительно так. Потому что, когда всё более-менее спокойно, можно позволить себе событиям развиваться по обычному сценарию. Но в условиях жёстких бюджетных ограничений, существования санкций, внешнего давления, каждый министр и каждый член правительства обязаны это делать, обратив внимание на те проблемы, о которых было сказано только что. Среди первостепенных задач отметил президент меры по социальной поддержке населения. Ещё до приезда главы государства на заседании правительства было принято решение перечислить на лекарства для льготников 30 миллиардов рублей. Ещё 15 миллиардов будут направлены на пособия многодетным семьям. Также правительство утвердило список из 53 российских компаний, на которые не распространяется запрет принимать на работу турецких граждан. Новые правила вступают в силу с 1 января будущего года. Планировалось, что сегодняшняя встреча станет последней в этом году, но из-за большого объёма работы министрам придётся собраться как минимум ещё на одно заседание. В конце разговора Владимир Путин поздравил присутствующих с наступающим Новым годом. Чего точно не было в работе правительства, членов правительства. Не было безразличия к решаемым задачам, которые стоят перед странами. Но была в то же время заинтересованность, желание работать и стремление решать эти задачи. Это самый главный, основной залог нашей совместной успешной работы. Я хочу пожелать вам всего самого доброго, удачи. В Доме правительства Владимир Путин провёл ещё одно совещание по экономическим вопросам. Разговор состоялся уже без камер. Олег Шишкин, Марина Елисеева, Станислав Аблетин, Первый канал.